Час Делягина на радио Комсомольская правда Впереди Татьянин день, впереди студенческие каникулы И на самом деле самая длинная ночь в году, которая в нашей стране начинается на День Чекиста, 20 декабря Продолжается Она продолжается, ну как минимум до Старого Нового Года И сегодня к вам приехал сюда на полчаса раньше Потому что в городе Москве уличного движения не наблюдалось В принципе, вот как во время моего детства Такое ощущение, что вдруг Московская мэрия начала исполнять свои обязанности Начала регулировать дорожные движения Ну естественно, это просто еще продолжение праздника Тем более, что конец Старого Года был такой Что сейчас, по моим ощущениям, людям не очень хочется просыпаться После праздников, возвращаться к нормальной жизни Ну Михаил Иванович, давайте, так сказать, будем не ругаться на эту тему А наслаждаться тем моментом, когда на работу надо, а проехать можно Это уже удивительно, зимой Удивительное явление природы Несмотря на то, что, в общем-то, если на все победные рапорты Улицы убирают весьма-весьма относительно И когда говорят, что 70% мигрантов, которые, так сказать, должны были вернуться, не вернулись Возникает ощущение, что не вернулись именно те люди, которые обычно разгребают снег Которые работают дворниковыми всеми остальными Но это детали На самом деле, 15-й год правы и оптимисты, и пессимисты Люди, которые говорят, что 15-й год будет хуже 14-го, на мой взгляд, правы Это пессимисты И оптимисты, которые говорят, что он будет лучше 16-го, по-моему, правы тоже Да, ну, мы продолжаем потихонечку такими вот заявлениями Будить, будить народ, заставлять просыпаться от этой новогодней спечки Иван Ильич, ну, с чего начнем? У нас сегодня цена на нефть упала ниже 50-ти У нас, собственно, Шарли Эбдо и Франция на пороге Ну, если не сказать войны по национальному признаку Ну, очень-очень там напряженно, говорят Вы вообще что думаете обо всем этом теракте? Потому что есть уже версии о том, что это дело рук американцев Потому что, ну, дескать, за два дня, за 48 часов до стрельбы в редакции журнала Оланд заявил, осторожно заявил, а не снять ли санкции с России И тут вдруг получится Нет, ну, это история известная Сначала Меркель осторожно заявила, получила взрыв на большом заводе На бременском заводе, да Да, так сказать, серьезный С Оландом, с Оланом похожая вещь случилась Но есть очень много, очень симпатоматичных признаков Которые позволяют предположить, что это операция спецслужб И вряд ли французских, потому что французы все-таки своих жалеют Какими бы эти свои ни были Ну, например, Оланд появился там через полчаса после событий Еще по городу бегали вооруженные исламисты, брали там кого-то в заложники Приехал такой весь из себя бесстрашный Оланд Так не бывает Если президент хочет ехать в место, которому опасно Любая служба безопасности обязана любой ценой воспрепятствовать этому Вплоть до применения грубой силы Малседик это родной дома? В Елисейском дворце, да? Хоть прикладом по голове Любой ценой Потому что это есть прямая опасность Если всенародный избранный этого не понимает Объяснить ему не удается Ну, что называется Деваться некуда Господина Буш 11 сентября загрузили в самолет Он там только ручками, ножками дергал Вот Значит, первое Очень странные съемки с места событий 11 часов дня никого народу на улице А дальше Очень мало съемок Ну, у нас что-то происходит Да, на следующий день В Ютьюбе все выложили видео Ну, допустим, французы в условиях кризиса живут бедно Допустим, они мобильные телефоны с видеокамерами не очень много покупают Но с фотокамерами они покупают Молодежь на стрельбу всегда бежит посмотреть, что там случилось Да, это неизбежно Так бывает всегда Дальше, понимаете То, что сделали постановочные съемки Явно, очевидно Появились Да, это бывает В работе Даже СНН Там Аль-Каида Извините, Аль-Джазира, которая снимала протесты в Москве Показывала протесты в Москве И вдруг на заднем плане появилась Пальма Это известный анекдот В отношении Сирии и Ливии таких было больше СНН тоже этим может грешить Но вы знаете, когда Знаете, когда это появляется в эфире и вдруг выясняется, что там вырезаны кадры Эти кадры вырезаны ну очень грубо и ну очень непрофессионально Но вот опять-таки Вырезают профессионально, вырезают грамотно Если это сделано спустя рукава То значит есть какая-то причина непрофессионально И причин очень много Там в упор стреляют в голову, не попадают Причем там Съемочная бригада скорой помощи возит типа 12 трупов Из которых один умер только потом Да, то есть если с основания быстро торопиться А там одна на всех съемках Это бригада, это можно говорить бесконечно То есть сухой остаток Первое Людей жалко Безусловно Теракт имеет Терроризм имеет Причины Его можно понять, но его нельзя простить Ему нельзя найти оправдать Первое Второе Я совершенно не понимаю сочувствие к погибшему Просто я не понимаю То есть сочувствие понятно Людей жалко Но то, что люди занимались мерзостным действием Я в этом отношении Не хотел бы выделять ислам из общего ряда Они глумились над всем Я надо сказать, что это название Шарали Хебдо Оно появилось потому, что Это издание было закрыто Потому что они поглубились над смертью Деголи Но не над живым Деголем Когда он действительно вызывал различные точки зрения Но до того смерти Когда у нас был теракт в метро Они глумились над нами И так далее То есть вот Да, людей жалко Ну и конечно Но нельзя из них делать там Мучеников и героев за веру И конечно То, что мы видим Это чудовищный лицемерий Когда всем плевать, что убивают На Донецке И палача Донецка Приглашают вместе Со всеми Историю пишут победители Они же ее и фальсифицируют Я Николай Сванидзе Я расскажу вам, как все происходило на самом деле Я выбрал самые яркие и важные исторические события года А также вроде бы незаметные, но значимые факты Которые оказали влияние на ход истории Один год из жизни России глазами ее жителей Слушайте документальный сериал Исторические хроники с Николаем Сванидзе На радио Комсомольская правда Час Делягина На радио Комсомольская правда 17.17 в российской столице Доктор экономических наук Михаил Делягинов в нашей студии Меня зовут Антон Чалышев Михаил Геннадьевич Вопрос главный Дальше-то что? Вне зависимости от того, кто это сделал Потому что, смотрите Христиане и мусульмане Раз противостояние Второе противостояние Мы Шарли и мы не Шарли Это вот второй фронт Скорее Донбасс Скорее Одесса Даже Дом Печати в Чечне Когда там погибло 15 человек Никто в Европе вообще головы не повернул Я уж не говорю про то, что та же самая Европа организует в Сирии Тот ад, который продолжается в Ливии Организованный той же самой Францией Потому что вначале был срокази Всего этого кошмара И здесь очень четкое деление Мы люди, а все остальные быдло Поэтому нас убивать нельзя А когда убивают каких-то там колорадов Каких-то ватников Каких-то сирийцев Каких-то русских Каких-то еще кого-то Это нормально Ну что ж, поделаешь Не очень хорошая новость к обеду Но она не мешает мне жить и пить кофе Очень важно, что это некоторый аналог Пусть сирается Это с одной стороны Глумление и кощунство Правда не над своими ценностями А над чужими Но политкорректность Уже стала во Франции своей ценностью Она уже очень глубоко развратила Сознание французов И, безусловно, Франция Это крупнейшая мусульманская страна Современной Европы Это по официальным данным Там 7,7% мусульман На самом деле, я думаю, больше Думаю, что там учет населения Организован, в общем-то, понятным способом Когда нужно получать социал Они регистрируются А когда социал Не обязательно получать Они не регистрируются Вот И Мы, собственно говоря, не хотели получить Ну, а в итоге У нас есть уже разделение По принципу Шарлини Шарли Христиане и мусульмане Но это не у нас Это у них Да, у них Я имею в виду Тема, наша тема для разговора Плюс Шарли Абду Вновь, насколько я понимаю Выходит с карикатурами На пророка Еще много на кого Там достаточно длинный список Ну, насчет Сварь Провалится ли Франция В свою гражданскую войну? Я думаю, не провалится Я думаю, не провалится Я напомню, что Саркази до сих пор Французские либералы Не могут простить Чудовичные жестокости Проявленные при подавлении Бунтов Аложирской молодежи Ну, когда-то Аложирской Потомков Аложирцев Пригорода в Париже Когда арабская молодежь Жгла машины Саркази Саркази сделал чудовищную Жестокость По их меркам Он закрыл банкоматы И закрыл школы В местах, охваченных Беспорядками И отцам семейств Для того, чтобы получить Социальное пособие На которое они жили Нужно было идти К банкомату Расположенному В соседнем квартале Нужно было пройти Лишние 500 метров Это оказалось Невыносимой нагрузкой И с другой стороны Они увидели Что школы закрываются А раз так То их дети Вырастут Идиотами И не смогут Зарабатывать денег Никаким способом Даже Сутенерством Наркоторговли Потому что Хоть какой-то Минимум социализации Для этого необходим И вот так Саркази Остановил бунты Безусловно Очень грамотно Очень корректно Но Убрав Внешние проявления Он не убрал причин Но Либеральная Франция Не простила ему Даже этого Я думаю Что Президентом Франции Будет не исламист Президентом Франции Будет кто-то Вроде Мари Лепен Но это Будет не сейчас И сейчас Франция умоется И будет Рассказывать о том Что даже Самый радикальный Ислам Это религия Мира И будет извиняться Перед богословами Которые Вербуют Боевиков На войну В Сирии Как раньше Вербовали На войну В Ливию И как Когда-то Вербовали На войну В Чечне Эти боевики Будут возвращаться В Францию Так что Я думаю Что сейчас Взрыва не будет Он будет Отложен на потом Франция Я все-таки Думаю Что она Одумается Но это Будет Не скоро И это Будет Достаточно Болезненный Что будет С политикой Мультикультурализма В Европе Потому что Осторожно О том Что она Провалилась Начали Говорить В первую очередь В самой Германии Так сказать В среде Ничего осторожного Госпожа Мерти Сказала Что лавочка Закрылась И забудь И в Германии Обсуждается В Бундестаге Закон Правда Слава Богу Не имеет шансов Быть принятым Но само его появление Такого законопроекта Очень характерно Что иммигрант В Германию Не имеет права Разговаривать Ни на каком языке Кроме немецкого Даже в кругу Своей семьи То есть Это языковая Языковой террор Хуже Прибалтийского Хуже украинского То есть Понимаете Вот вы приехали Там Из России Из Украины Из Польши Отлично Из Афганистана И вы в кругу Своей семьи Обязаны говорить Только по-немецки Если вы скажете Слово на своем языке Ну несколько слов Подряд Несколько нарушений Подряд Вас вышли Естественно Этот закон Не будет принят Но само его появление Уже достаточно Внятно Свидетельствует О том Что Лавочка Мультикультурализма Закрывается Немцы поняли Что это безумие Что это Самоубийство И вообще Германия Извините Европа Возвращается К корням Которые для нас Выглядят плохо Потому что Как бы Арабы Друг за друга Заступятся И люди Которые живут Общинами Они будут жить По своим законам И будут говорить На своем языке Просто никто Никого не выдаст Полицейскому А кто выдаст Того зарежут А вот Люди Которые По честному Пытаются Интегрироваться Вот они Под этот Молот с наковальни И попадут Обратите внимание Нигде не слышно Чтобы отнимали Детей В Европе У арабских Женщин У китайских Женщин А у российских Женщин Сколько угодно Почему Не потому Что нас за этим Болезино смотрят И мы раздуваем Из мухи слона Хотя действительно Не очень массовая Практика Все таки бывает Потому что Наши По честному Пытаются Интегрироваться И попадают Под правила А те Кто изначально Живут Вне всяких Правил По своим Собственным Законам Они живут Так сказать Защищенные От местного Идиотизма Но это Не про нас Так что Отказ От мультикультурализма По арабам Бить не будет Он будет Бить по нашему Хотя естественно Эмигранты Стараясь Оправдать То что С ними Случилось Они Всячески Рассказывают Как плохо В Совке Извините Как плохо В Рашке Теперь они Рассказывают Как хорошо В Европе Ну это Психологическая Особенность Ну некуда Делаться Возвращаясь К теракту В Париф А я думаю Что теракты Еще будут Потому что Это инструмент Разрушения Европы Американцев С одной стороны Это внятное Объяснение Европейским Политикам Кто здесь Хозяин А с другой Стороны Американцам Нужна Европа Не как Европа Больших государств Как спаханное поле На котором Можно резвиться Как угодно Не нужна Франция Нужно Много-много Мелких государств Если кто-то думает Что пытаются Здесь интегрировать Россию И мы чем-то Отличаемся От остальных То он заблуждается Просто мы Первые в списке Всем остальным Готовится Та же самая Участь Просто Это вопрос Не о стратегии Не о какой-то Ненависти Это вопрос Просто бизнес Никто не должен Сопротивляться Значит Государство Быть не должно Или должно быть Много мелких государств Которые управляются Извне Как восточный Михаил Иванович Давайте Тогда Историю Парижскую Мы немножко За бортом За скобками Оставим Меня умиляют Все эти призывы Извините Конечно Что вот Теперь Каждый Должен Оскорблять Пророка Мухаммеда Помимо того Что это вообще Неправильная Постановка Вопрос Потому что Религия Это вера Нельзя Помимо того Что никто Не надругался Над пророком Мухаммедом Больше тех Кто Занимается Терроризмом От его имени Который Рядом не лежали Рядом с этим Так И понимаете Это глупость Допустим Кто-то совершает Преступление Где-то Убили Педофила Например Это что Значит Все люди Доброй воли Должны Встать И пойти И насиловать Детей Так я понимаю Что за бред Так Михаил Иванович Давайте вернемся Кстати Нет Не могу От Парижа Отойти И кстати Извините Вот вы сказали Нас разделили Нас как раз Не разделили Разделили их А у нас Вот либеральная Прослойка 10% Ну 10% Плюс Которая Так сказать Показывает Свою отличную Реакцию Во всех случаях По всем Общественным событиям Она реагирует Не так Как остальное Общество Будь то Крым Будь то Какая-нибудь Авария Будь то Теракты Какие-то Вот Они здесь Показали Свою особенность Вот Они показали Что Им совершенно Плевать Что происходит Как они выражаются В Луганде Им совершенно Плевать Что люди Убивают Не только В Донецкой Луганской области Но и на всей Украине И совершенно Безразличные Теракты Которые происходят В других местах Но вот За хозяев Надо Публично Поскорбить А все остальные Смотрят С некоторым Недоумением И На самом деле То что туда поехал Лавров Это ошибка Нужно было поставить Туда Рогозина Чтобы он писал В твиттер Издевательские Я думаю Что Рогозин Совершенно спокойно Вклинился бы В тусовку Взял бы Аббас и Нитаньеху Чтобы никто Их не разделял Чтобы они вместе Шли Как два голубка Под ручку Через несколько минут Вернемся К экономике Обсудим Как может Все таки экономика Имеет место Да Как может Отразиться теракт В Париже На курс евро По отношению к доллару Вообще в ценную Экономику Европы Ну и о наших Конечно поговорим Делах грешных Потому что рубль Снова теряет По отношению к доллару И к евро На фоне Дешевеющей Дешевейших цен На нефть Час Делягина На радио Комсомольская правда Темы О которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще Хорошая провокация Губин Лайф Каждый вторник Четверг и пятницу После шести вечера По московскому времени На радио Комсомольская правда Час Делягина На радио Комсомольская правда Вода Зеленая вода Которая может потечь Из кранов Киевлян Абсолютно Безопасно Заверил Жители города Мэр Украинской столицы Виталий Кличко Мы покрасили воду Потому что нам необходимо Проверить Наличие Утечки Заявил он Так что В общем Зеленая вода Это еще одно Нет Ну Американский боксер Который с ним Бился Он уже принес Насколько я могу помнить Извинения Киевлянам За то Что слишком сильно Ударило Будущего мэра По голове Господин Кличко Уже поздравил всех С Новым Годом Выразив надежду Что у них Что их Не коснется Не только горя Но и любовь Счастье Радость На этом фоне Зеленая вода Ну слушайте Ну Хорошо что Зеленая вода Не розовые слоны А всякое может быть Михаил Игнатьевич Возвращаемся К Европе Теракт во Франции Сохраняющаяся Высокая Террористическая Угроза Кстати Наш спецкорд Дарья Сламова Обратил внимание Вот говоря О рукотворности Всех этих Историй Парижских Заявил о том Что вообще Не увидела Стражей порядка На многотысячном марше Который накануне Прошел Такое ощущение Что вот Были уверены Что ничего не произойдет Поэтому вот И не выставляли Полицейские наряды Ну это очень странно Оставляем Что 60 глав государств И тут исламисты Под боком Но на самом деле Быть уверенным В безопасности Мог быть только тот Кто лично руководит Аркаид То есть Если там не было Ну там и вопросы Такие задаются Серьезной личной охраны У 60 этих глав Государств А ведь там еще были Министры о странах Дел Разные Вроде товарища Лаврова Да То это значит Что организаторы теракта Что называется Дали гарантию Что все будет в порядке Ребята гуляйте Идите Идите Вот наши мишени Журналисты А госпожа Меркель Нас не интересует Вместе с господином Оландом Пусть бегают пока Вот То есть Это тоже Абсолютно ненормально Уж понимаете Миллион человек А пришло Насколько я понимаю Даже чуть больше Это Толпа Которая Сама по себе Может прийти В возбуждение И может быть Любая ходынка Могут быть Любые похороны Сталина И так далее Можно конечно Предположить Что там было Большое количество Оперативников В штатском Как это у нас Принято На публичных мероприятиях Но все-таки Французская культура По-моему До этого не дошла И таким количеством Кадров не располагает Так что Я думаю Что да Это лишнее доказательство Что касается Падения Евро Оно шло И без этих терактов Оно связано С очень Скверным состоянием Европейской экономики Вот за последние 6 месяцев За последние полгода Упало За евро полгода назад В середине июля Давали 1.35 доллара А на пике было даже 1.39 А сейчас 1.17 Ну 1.18 Грубо говоря Вот И я думаю Что это не конец Евро Евро слабеет Ну это Теракт может Слегка повлиять Но я не думаю Чтобы это было Что-то серьезное Гораздо серьезнее То что происходит Сейчас с Грецией Там 25 января Досрочные парламентские выборы Потому что Европейцы Такие задушили Грецию И экономика Находится Которая хвалит Что она там Восстанавливается Что даже Бюджет оздоравливается Но это Хуже наших 90-х годов Там просто Нет никакого Бизнеса Нет никакой Активности Люди Демонстрируют Принципиальное Отторжение Традиционных Проевропейских Политиков И оппозиционный Блок Сереза Может прийти К власти И Меркель Шойбле Очень вежливо Предупредили Греков Что если Вы выберете Не тех Кого хотим Мы А тех Кого хотите Вы То мы можем Выгнать вас Из еврозоны Ну Прошлый раз Такое вмешательство Внутренние дела Греции Со стороны Германии Наблюдалось В апреле 41-го года Если мне память Не изменяет Тогда ее Просто оккупировали Ну Правда Не со стороны Германии Со стороны других Европейских стран Там во время Гражданской войны И после Когда там была Диктатура Черных полковников В общем Греции Не привыкать К устанавливаемой Диктатуре Извне В рамках Европы Но Сам факт Того Что Меркель Публично Признала Возможность Изгнания Страны Из еврозоны Это очень Много стоит То есть Еврозона Для них Больше не фетиш Они готовы Отрезать От себя Ломтики Что такое Еврозона Это зона Который Финансовые Структуры Финансовые Корпорации В первую очередь Банковские Страховые Германии Других стран Старой Европы Гарантированно Получают Прим Это их Заповедник Для охоты Куда чужих Не пускают Если они Готовы Отказаться От Валерийского Рынка Каким бы Славом Он ни был Это очень серьезно Я думаю Что если бы Наш министерство Иностранных дел Работало бы Как положено То у нас Уже Была бы Куча общественников В Греции Которые рассказывали Богорякам О том Что Ряд Вы не переживайте Когда вас из еврозоны Выкинут Уступайте пожалуйста В таможенный союз Нам ваши оливки Нужны Нам ваш табак Нужен Мы у вас будем Скупать Все шубы И заодно Поставлять Хороший мер Для них Мы у вас Будем отдыхать Давайте Давайте Определять Мы имели Возможность Такого рода И на раннем этапе Греческого кризиса И ситуации С Кипром Я думаю Что эти шансы У нас еще Впереди будут Но вот то Что европейцы Готовы Пусть даже В рамку В порядке Угрозы Пусть это Оформлено Было так Что это Не прямая Речь Это их Шпидель Процитировал Но опровержение Не последовало Не последовало То есть От этого Можно будет Отбояриться Когда-нибудь Потом Можно понимать Что нынешнее Поколение Немецких Политиков Оно Называется Не является Хозяином Своего слова Оно Легко Отказывается От любых Обязательств Мы это видим И Но тем не менее Это угроза И подобного рода Угроза Это серьезная вещь Но на самом деле Если рассматривать Европу Как предаток Соединенных Штатов Америки С созданием Трансатлантической Зоны Это будет так То здесь есть Некоторый баланс Правда Они никак его Установить не могут Америка Экономика Все-таки Если он спекулятивный Им нужен дорогой доллар Для привлечения Капиталов А И то что в Европе Шевелится Это производство Им нужен дешевый евро Для стимулирования Экспорта Одним нужен дорогой доллар Другим нужен дешевый евро Казалось бы Вот вам и гармония Но они Качаются на качелях И не могут остановиться Цена на нефть Марки Брэнд У нас Сейчас 48.8 48.37 А В37 Вау Это я смотрел В первой половине По состоянию на 17 часов 15 минут То бишь на 15 минут Назад Нет И еще На Чуть больше Чем 15 минут На 20 чем-то минут Назад Уже 48.37 Доллар На завтра Что нужно Обеспечить Приток денег Компания 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 Занимающаяся Нефтяными Сланцами Проекты Проекты Начали Потихонечку Схлопываться Осторожно Эксперты Заговорили О том Что Уже По ходу 2015 Года Может Состояться Сойтись Звезды Факторы Таким вот Образом Что У нефти Появятся Совершенно Объективные Причины Для Роста Цены Ее Во первых И главных Просто Не будет Хватать Физически Для Умеренного Роста Физически Хватит Потому Что Скажем Сейчас Китай Осуществляет Грандиозные Закупки Нефти В свои Запасы Они Строят Огромные Терминалы В Африке И Спешно Заливают Их Нефтью Для нас Это Не очень Хорошая Новость Потому Что Стоимость Пластмассовые Детали Из Китая В результате Этого Может быть Себестоимость Может быть Близка К нулю Но Тем не менее Физически Нефть Будет Всегда Плюс Сейчас Наблюдается Небольшой Избыток Предложения Над спросом Так что Если Немножко Сократиться То Это Не Есть Что Серьезное И страшное В Штатах Сейчас Будет Наблюдаться Процесс Укропнение Рынка И захвата Санцевая Нефть Очень Удобна Это Очень Высок Конкурентная Отрасль Несколько Человек Может Скинуться Рентабельная Компания По производству По добыче Нефти Она Просто Нанимает Бурильщиков Профессиональных Она Нанимает Профессиональных Трейдеров Она Просто Посредник Организатор Процесса И Для Того Чтобы Выкупить Своё Нефтяное Поле Нужно 8 Миллионов Долларов Это Не одна Скважина Это Устойчивая Поляна Которая Одна Скважина Иссякла Другую Пробурили И так далее Это Маленький Бизнес И Я думаю Что Сейчас Произойдёт Укрупнение И Гиганты Типа Вангарда Возьмут Всё О дальнейших Прогнозах На 2015 Год В первую Очередь Применительно К нашим С вами Кошелькам Попроси Михаила Геннадьевича Порассуждать После Выпуска Новостей Час Делягина На радио Комсомольская Правда Каждую Субботу С 16 До 17 Часов На радиостанции Комсомольская Правда Я Леонид Ольшанский Почётный Адвокат России Веду Передачу Народный Адвокат И отвечаю На ваши Вопросы По проблемам Административного Права ГАИ Таможенник Пограничник Гражданского Права Дачные Амнистии Земельных Отношений Обманы Страховых Компаний Обо Всем Этому Вы Услышите В наших Передачах Каждую Субботу 16 До 17 часов Час Делягина На радио Комсомольская Правда 1747 в Москве Радио Комсомольская Правда Прямой эфир Продолжается Доктор экономических Наук Михаил Делягин Михаил Геннадьевич Мы в прошлом году с вами неоднократно говорили о том Какие большие проблемы у населения Которое погрязло в долгах Погрязло в кредитах Мы так и не научились жить в кредитах Более того я должен сказать Нет Мы научились жить в кредитах Даже слишком сильно Хорошо Не научились Не очень понимаем Что это значит И государство к сожалению Ничего для финансовой грамотности не делало Наоборот запихивало людей в долговую кабалу И огромное количество людей Вот под занавес Когда были возможны последние рублевые кредиты Так сказать Еще взяли кредиты в ноябре И вложились Кто недвижимость Кто в машины А чем отдавать Это не очень понятно Потому что доходы-то у всех не в валюте Доходы-то у всех в рублях А доходы-то будут падать И недвижимость Это в рублях только будет дорожать А в валюте-то она будет сильно дешеветь По вашим прогнозам На фоне Вот Дорожающих кредитных денег Россияне перестанут Бездумно скупать все подряд В том числе В кредит А государство что-то попытается объяснить Или наоборот Да на фоне Государство Государство ни о ком заботиться На мой взгляд Не собирается Это не про это государство Если бы государство О ком-то заботилось Оно бы сейчас занималось бы Введением минимальной заработной платы Соответствующей прожиточе Реального прожиточного минимума У нас реально в стране Не точно помню Не помню точную цифру Но Порядка 16 миллионов человек Имеет официальные доходы Ниже прожиточного минимума Кто-то безусловно прибедняется Это понятно Есть теневая сфера Но не менее 10 миллионов человек Они не живут А медленно умирают И эта доля Количество этих людей Резко вырастет В результате Кризис уже выросла И будет расти дальше Вот Есть проблема Моногородов Которая опять обострится В общем Добро пожаловать В конец 2008 Начало 2009 Есть маленькая разница Тогда кризис был импортирован Тогда действительно рухнула Ну когда Засбоила мировая экономика По нам Эту сбой ударил И когда мировая экономика Выправилась У нас выправилась Тоже с весны 2009 Дальше убирали Остаточные последствия Достаточно сложные Достаточно тяжелые Дальше уже было все Довольно просто А сейчас Что-то наши чиновники Не рассказывали Про санкции Чтобы прикрыть Последствия Своей деятельности Или в лучшем случае Своего бездействия Не имеющего оправдания Вот Причина кризиса Своей деятельности Внутри Ну Госпожа Набиулина Она Она не с Луны Упала И не с Вашингтона Упала В Банк России И политика Которая проводится Банком России Самоубийственная Родом с 90-х годов Не МВФ Продиктовала Это же наши Доморощенные Либералы Это не государственный Департамент Так сказать В ухо нашептывают А если нашептывают Там много таких Нашептывают Так что К сожалению Кризис Имеет наши Внутренние корни Цена на нефть Его только Подстегнула И хочу вам сказать Еще нет данных За декабрь По исполнению Бюджета Но в ноябре Неиспользуемые Остатки средств На счетах бюджета Опять выросли Это уже как дурной анекдот Они в пункт 10 триллионов рублей Превышали на 1 декабря Вот Так что здесь Государство денег Как у дурака Махорки К сожалению И принципиально Отказ от развития Продолжается И есть плохая новость То есть это все Не новость Это все азбука Но есть плохая новость Дело в том Что то что мы видим В мире Все эти судороги Попытки запалить Третью мировую войну То в Сирии То на Украине То еще где-то То во Франции Теперь Это признаки Глубокого неблагополучия Глобальной экономики Насыпется Мы вошли Мы вошли В зону Кризисных изменений Потому что мир Меняется весь Не только мы с Украиной Меняемся Весь мир Переходит в качестве Нового состояния Он стал пластичным Он стал пластичным В прошлом году На наших глазах Весь мир Не только мы с соседями И когда Назарбаев Сказал что все Забудьте прошлую историю Мы вступаем в качестве Новый период развития Не все выживут Это Это Так сказать Не слова Это не метафора Это констатация факта Которая для умных людей Типа Назарбаева Уже совершенно очевидна И когда мы будем Бултыхаться В нашем внутреннем Доморощенном кризисе Нам долбанют Не санкции Нам долбанет Еще и глобальный кризис Настоящий Вот это будет Уже сильный удар Это будет Настоящего Серьезной реальности А сейчас что Я думаю Что в следующей нашей передаче Нам с вами нужно будет Посвящать не только новостям Но и простым Бытовым советам Как жить в условиях кризиса Потому что Люди как-то Думают Что сейчас это все Само собой рассосется Сейчас кончится Такие шапкозакидательские настроения В 98-м пережили В 2008-м пережили И сейчас тоже никаких проблем Ну замечательно На год этих настроений не хватит А дальше А дальше будет скверно Я реально знаю людей Которые купили все 4 телевизора Мы просто Что вы с ними будете делать Не отвечали На голову Нужно же было Куда-то вложить средства Замечательно Когда лекарства Будут покупать Не на что Вы Их поедете на рынок Продавать Или как Евразийский экономический союз Ведь заработал Михаил Игнатьевич С 1 января 2015 года Насколько Он Поможет нам Притормозить На этом Кризисном пути Не особо Поможет Потому что Кризис общий И мы главный участник Кризиса То есть да Мы получили Новые инвестиционные возможности В Армении Замечательно Супер новость А Армения получила Свободный выход На наш рынок Это хорошая новость Для нас И для них Я надеюсь Что теперь Армянские абрикосы Будут стоить Чуть подешевле Хотя Боюсь Что это Слишком Такая надежда Необоснованная С учетом Нашего монополизма И торгового Монополизма И монополизма Этнических Мафий И всего остального Но Таможенный союз Играет свою роль Евразийский союз Я думаю Что некоторое время Будет только набирать Оборот И на фоне Нашего кризиса Конечно Евразийский союз Немножко наш кризис Смягчил Потому что Казахстан И Белоруссия Их представители Скупали все В сопредельных регионах Просто все После нашей девальвации Особенно Отметились Казахстанцы Потому что Они в силу слабости От НГ Живут Весь бизнес в валюте И они скупали И квартиры И даже Пришлось Прекращать Сильно ограничивать Экспорт зерна И даже его прекратить Временно Потом опять Сильно ограничено Потому что Все зерно Скупалось Казахстан Там еще не урожай Ко всему прочему И вот Для перекупки Это была реальная проблема Ну решили Обоюдных конфликтов Обоюдных претензий Не высказали Посуду публичной Бить не стали Замечательно Но это Начало процесса И ждать Что вот сейчас Нас вытянет Евразийский союз Вы знаете Это Некоторое Творческое преувеличение Голдман Сакс Заявил о том Что в 2015 году Рубль 69 Ну я так напомню С ослаблением Рубля И безумной инфляции Которая естественно Недооценивается Когда мне рассказывают Что в декабре По официальным данным Инфляция 3,3 процента Да Это в 10 раз больше Чем положим Да Официальная инфляция По итогам года Превысила 10 А по моему Даже 11 11,4 11,4 Но извините Пожалуйста А теперь Умножьте все это На 3 И получите реальную инфляцию В хорошем случае Вот Так что Эти чудовищные Потери Они На самом деле Увеличат Номинальные доходы Бюджета А получая Инфляционные доходы Никто не собирается Увеличивать Инфляционные расходы Так что мы столкнемся С реальным Недофинансированием Многих важных Бюджетных направлений А потому что Цены-то старые Цены-то Вернее цены новые Выделяют так Как будто цены старые Никита У нас минут до конца эфира Вот о чем спросить хочу Мы в 2008 году Очень сильно ругали власти За то что Не начинались Инфраструктурные проекты Реализовываться Хотя деньги на это были У нас сейчас удивительно Но деньги по прежнему Есть Деньги опять есть Мы будем уже Наконец Лечить Россию Способом похожим На тот Которым Рузвельт Лечил Америку В Великую депрессию Нет по разным причинам Мы с вами не будем Потому что руки короткие А государство не будет Потому что Насколько я понимаю Либеральный клан Россию собирается Не лечить А гробить Это сейчас помогло бы Экономике Реализация каких-то Инфраструктурные проекты Да помогло бы Но поймите Что если вы делаете Инфраструктурные проекты Вы должны ограничить Произволы монополии Вы должны ограничить Коррупцию Иначе все идет В Швейцарию Вы должны ввести Разумный протекционизм Иначе вы поддержите Европу А не себя И так далее Это нужно Прилагать некоторые усилия И самое главное Прилагать голову А у людей В правительстве Насколько я могу Судить Все в порядке И все замечать Они Как Мария Антонетта Считают Что если людям Кому-то не хватает денег На хлеб То пусть едят пирожные В чем проблема Михаил Геннадьевич Спасибо большое За то что провелись На Методчат Через неделю Вновь с вами встретимся И мы изменим формат Потому что Помимо текущих вопросов Мы будем еще Говорить о конкретных советах Как жить в условиях кризиса Самое главное Поймите что это надолго Поймите что это Вот не сейчас ударило И завтра отпустит Это такая новая жизнь Доктор экономических наук Михаил Делягин До встречи в следующей понеделе Счастливо Кто владеет информацией Тот владеет миром Будьте в курсе событий Находясь вне дома Или офиса Установите на свой смартфон Приложение Радио Комсомольская правда Слушайте в любой точке мира Новости Интервью Комментарии Доступны версии для iOS и Android Радио Комсомольская правда В вашем мобильном Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова